Серая и синяя в клеточку с яркими деталями или традиционная от многообразия школьной формы буквально глаза разбегаются. Несмотря на то, что строгая форма в образовательных учреждениях обязательное правило, Екатерине Самохиной как подростку важно выглядеть стильно и модно в школе и за ее пределами. Мне нравится рубашка, тут бантик, очень красивый, пиджак, его можно поменять на жилетку, на что угодно, штаны. Подходит под все образы. А вот производители уделяют внимание не только отражению в зеркале. На первом месте качество. Сегодня 15 предприятий легкой промышленности из разных районов края представили свои образцы школьной формы. Выставку посетил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Глава региона уверен, школьная форма высокого качества должна быть демократичной по цене для учащихся как городских, так и сельских учебных заведений. У нас в станицах и в сельских школах выбирают одежду попроще. Когда мы говорим о высоком качестве одежды, она предполагает совсем другую цену. Синтетика, например, которую мы здесь видим, вот представлена, она стоит не так дорого, как шерсть, которую мы видели до этого. И она более ноская. Поэтому абсолютное большинство сельских родителей, к сожалению, выбирают такую, к частью для производителя, к сожалению, для ребенка. Потому что так или иначе, но есть вопросы по тому, как ощущает себя. Давайте посмотрим, может, пусть и по нашему алгоритму субсидирования. То есть определенную часть школа собирает, определенную часть мы можем и доплачивать. Посчитать, сколько это будет в самом деле бюджет обходиться. Но наши детки должны ходить, на самом деле, не в синтетической одежде, а в натуральной. И если родители волнуют вопросы качества и цены, то детям пока намного важнее, как внешне выглядит костюм. Ведь все же в школу дети идут за знаниями, а не на дефиле. В школе должны дети быть в одну форму одеты. У них тогда нет расслоения, они не чувствуют этого. И командный стиль создается, когда все одинаково одеты. Они другим выделяются. Я уже сказал, они выделяются умом, сообразительностью и умственной, и физической, не пестротой одежды. Вообще, кубанские фирмы, которые занимаются пошивом формы, стараются объединить в себе два аспекта – функциональную моду и комфорт. И если с первым справиться легко, то со вторым есть сложности. Очень важно, чтобы мы, все производители края, не позорили наш край и производили одежду из качественных тканей. Поэтому я за ужесточение проверок, за внезапность проверок. Потому что очень много производителей, которые лицензируют одну одежду, а продают другую. Производить одежду из российской ткани дорого – тысяча рублей за один метр. Именно поэтому материал приходится закупать в Турции, Китае или Индии, где стоимость гораздо ниже. Зарубежная ткань, конечно, отличается выгодной ценой, но часто в ущерб качеству. Это не только подрывает конкуренцию на внутреннем рынке, но и несет явную угрозу здоровью детей. Вопрос недобросовестной конкуренции. Да, недобросовестной. Слишком много присутствует у нас на рынке товаров, которые, в общем-то, произведены неизвестно где. Они присутствуют в основном. И непонятно кем. И непонятно кем. Присутствуют на рынках, присутствуют и в торговых центрах. Рынок, он и есть рынок, что должна быть конкуренция, но она должна быть добросовестной. И здесь подход, которым сегодня грешат наши торговые сети, что неважно чья, неважно откуда, лишь бы хоть какой-то был документ и вперед, он нас не устраивает. Лучшие модели кубанских предприятий представили сами школьники на показе мод. Такая выставка-презентация проводится в крае регулярно, как в крупных городах, так и в маленьких поселениях. И это, как никогда, актуально в преддверии летних каникул, когда у родителей и директоров школ есть время подобрать подходящие варианты для учебных заведений. Форма должна быть и красивой, и комфортной, качественной, безусловно, и доступной. Нам важно, чтобы те производители школьной формы, которые сегодня демонстрировали ее и качественную, и красивую, на самом деле могли реализовывать родителям наших мальчишек и девчонок, наших школьников. Я благодарен Виктору Константиновичу Бударину, руководителю отделения российских промышленников и предпринимателей, за то, что он включился активно сегодня в эту проблему. Она уже становится проблемой. И мне принципиально важно, чтобы та школьная форма, которую мы сегодня видели, в рамках показа моды с этого подиума шагнула в школьные коридоры. Меры поддержки предприятий легкой промышленности региона обсудили позже на совещании. Швейным фабрикам до сих пор трудно конкурировать с продавцами некачественных изделий, сделанных полностью из синтетики, что больше напоминает стеклянную ткань. Вениамин Кондратьев обращается к представителям предприятий. Сегодня нужно выстроить четкую систему на рынке, которая не позволит затмить контрафакту местных производителей. Школьная одежда – это специфический товар. Вот он и социально ориентированный. Здесь нельзя на нем зарабатывать. У бизнеса производителей должна быть прибыль, безусловно. Для них тоже специальные условия для специфического товара. Если мы хотим сохранить производство школьной формы, у нас прай. И развить его самое главное. Поэтому в рамках рынка его просто продавать – это невозможно. С точки зрения экономики невозможно хоть примерно посчитать. Невозможно. А значит, это сумасшедшие риски. Они на них не пойдут. Вот тут надо искать способ, каким образом сделать и форму доступную, еще раз подчеркну. И вам уверенность в том, что то, что вы сегодня производите, принесет вам прибыль. Прибыль, а не убытки. А все остальные, которые там в тени, они просто не смогут втиснуться в рынок. Поверьте, в наш рынок. Я об этом сейчас говорю. Мне надо их отсечь от рынка. И тогда контрафакт нет смысла будет вести, потому что его никак не впихнешь и не впаришь. Вот в чем вопрос. Потому что мы систему создадим. Систему, которая невозможно будет влезть со школьной одеждой в наши школы. Мы же своих деток одеваем. Мы сами заинтересованы. Нас тут все знают по краю. То есть, если мы выпустим плохую продукцию, как мы потом людям в лицо будем смотреть? На совещании также обсудили возможность создания единой торговой сети для продажи школьной формы. Продукцию можно будет выставлять в крупных торговых центрах, а также в отдельных магазинах, которые специализируются на продаже формы. Такие павильоны будут работать круглогодично, а не только перед началом учебного года. Предприниматели инициативу поддержали, ведь такая система сбыта позволит обеспечить предприятие работой на круглый год. На встрече с представителями швейных фабрик Вениамин Кондратьев затронул тему производства формы для казачьих классов. Глава региона поручила проработать вопрос о получении патента на пошив формы, которую нужно шить именно на Кубани. У нас 85 тысяч сегодня учеников казачьих классов. 85 тысяч! Кто шьет форму для них? Где они ее покупают? Коллеги, вообще форма казачья, она, естественно, установленного образца. Она по определению должна быть пошита на Кубани. По определению, она казачья форма. Мы, Николай Александрович, давайте запатентуем эту форму установленного образца, как положено, и патент будет у кубанского казачьего войска. И вы, как обладатель патента, имеете право поручить или доверить тому или тому предприятию шить казачью форму. Получение патента позволит предъявлять фабрикам особые требования к качеству ткани, а также к форме одежды, вплоть до мелких деталей, чтобы казачья форма строго соответствовала федеральным и краевым стандартам.